Скрипинские кучуры – памятник природы и жемчужина Теренгульского района. Сюда регулярно приезжают туристы, как организованными группами, так и индивидуально. Посмотреть неповторимые ландшафты и уникальные растения отправилась ульяновская молодёжь. А компанию им составили представители правительства во главе с губернатором Алексеем Русских. Это уже практика работает. В прошлом году мы начали, инициировали эту историю, начали проходить туристические маршруты. В этом году также запущен федеральный проект «Россия больше, чем путешествия». Соответственно, мы участвуем в этом проекте. И в этом году мы ещё в августе сделаем один маршрут точно, и ещё в сентябре. В кучурах выходят на поверхность земли монолитные глыбы песчаника. За многие века воздействия солнца, ветра и влаги они приобрели причудливые формы. Камней в скрипинских кучурах много. Их даже разделяют на группы. Языческое капище, сад камней, каменоломни. Об истории создания и легендах этого удивительного места гостям рассказали опытные экскурсоводы. Идти пришлось много. Участники прошли 7 километров через леса, поля и холмы. Мне очень понравился поход. Конечно, было сложно подниматься в гору и спускаться, потому что крутые спуски. Камни некоторые тоже съезжают. Но на самом деле очень красиво. Я не знала, что у нас в Ульяновской области есть такие красивые места, где можно увидеть и Волгу, и красивые растения. Среди участников активисты движения «Первых», молодежное правительство, победители российской студенческой весны, руководители общественных молодежных организаций. Это не первый турпоход вместе с губернатором. В прошлом году туристы посетили Сенгелеевские горы, геопарк «Ундорию», памятник природы «Орланов берег». Есть чем заниматься. Надо приводить все эти тропы в порядок. Необходимые навигации, указатели, зоны отдыха надо оборудовать. Там, где труднопроходимые места, переходы через ручьи и сложные подъемы, конечно, надо делать лестницы такие. Указания я всем главам дал. Будем следить за исполнением этих поручений. На финише каждый участник получил медаль за хорошо пройденный путь. В этом году, по словам Алексея Русских, планируются поездки в Акшуатский дендропарк и на Суру, чтобы сплавиться по реке на Байдарках и Сапах.